Республиканский науково-практичный центр радиоэцинной медицины и экологии человека первым принял уделникам международной конференции, просвеченной 30-й годовине Чарнобыльской катастрофы. У большей ступени науковый форум просвеченный пытанием обновления здоровья людей, которые потерпели от радиоэцинного забрудживания. С докладами выступили медики в ученой Беларуси, а так само Россия, Франции и Японии. Эта конференция научная, она посвящена тому, что мы сделали, но в большей степени тому, что предстоит сделать. Потому что эта трагедия, это не 30-летием измеряется. Как известно, самый дозообразующий изотоп это цезий-137, у него период полдураспада только 33 года. Так что еще и половина выпавшего цезия не распалась. Поэтому работы много и у Министерства здравоохранения, и в Национальной академии наук, которая очень много делает, и в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Удильники конференции представили выники своей деятельности у сферах радиобиологии и медицины. Многие специалисты проехали у Гомель за вопытом миновита белорусских специалистов. Так, гости из Японии, якие доследуют выкористание микроорганизмов для очищения забрудженных территорий, затекавлены у распроцовков института радиобиологии. Мы приехали представить итоги своей работы, чтобы обсудить их с опытной аудиторией, узнать их мнение. Так как институт радиобиологии и его сотрудники имеют богатый опыт работы с радиацией, радиоактивными веществами, то мы рады сотрудничать с ними. И мы хотим использовать ваш опыт для получения новых результатов. Уперший день работы конференции белорусские изомежные специалисты проставили коля 20 науковых докладов. На разгляд так само вынесли пытания, связанные с обороной насильницей при радиоциных авариях. В рамках строительства новой атомной станции в нашей стране во главу угла поставлены в первую очередь вопросы безопасности. Я думаю, что заинтересованность международных наблюдателей, участников конференции является тому ярким подтверждением. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель».